Дорогие друзья! И пришло время для второй части этой рубрики, в которой мы обсуждаем наши с вами общие черты, привычки и повадки. Погнали! И первое, о чем бы я хотел поговорить, что присуще многим из нас, это страсть к каким-то декорированиям, украшениям, какие-то брюлики, значки и так далее. То есть обратите внимание, если вы барабанщик, чаще всего, если вам предоставляется возможность, там, я не знаю, украсить комнату как-то или там убраться в квартире, вы начинаете делать каким-то особым эстетизмом. То есть все там должно, блин, стоять там рядышком друг с другом, картина там под таким углом, как бы вот на эту стену. То есть все, что касается каких-либо декораций, начиная от квартиры, драмрума, комнаты и так далее. Драмрумы те же самые, да? Обратите внимание, насколько там много всяких плакатов, каких-то там висят какие-то там артефакты эти, бейджики, да, с фестивалей, грубо говоря, и так далее. То есть, в принципе, эта тема очень присуща любителям помахать палками. И на моей практике такая тенденция действительно встречается сплошь и рядом. Думаю, если вы понаблюдаете, то, возможно, тоже вспомните кучу вот подобных ситуаций. Почему я заговорил про значки и про наклейки? У многих барабанщиков ноутбуки, да, которые, собственно, вот с которых они работают, да, вся лицевая сторона там Apple, Asus, что угодно, оно все заклеено вплошь и рядом какие-то наклейками непонятными. На чехлах там, блин, от всяких этих тарелок, грубо говоря, там, блин, какие-то значки непонятные. Вплоть до того, что, блин, даже выпускалось специально для барабанщиков, да, ну, понятно, чехлы для тарелок это только для барабанщиков. По-моему, от Tommy Lee был чехол такой в военной милитаре расцветки. И там вместо, короче, замочка открывашка какая-то пивная, да, такой брелочек был. Вот, то есть, думаю, неспроста они все это сделали. В общем, да, опять же, первая черта, которая присуща нам с вами, это любовь к каким-то декорациям, украшениям, каким-то мелким атрибутикам, которые делают, так скажем, более красочными, более насыщенными всю нашу деятельность. Парочку примеров на эту тему я вам привел, но если вы как бы подумаете, да, поразмышляете, поспоминайте, то найдете кучу своих примеров. Собственно, вот такая вот первая тема, а мы идем дальше. И второй момент, про него я, в принципе, уже тоже говорил, не помню в прошлом ролике про привычки барабанщиков, либо в каком-то другом ролике. У барабанщиков действительно страсть к тому, чтобы изучить как можно больше различных музыкальных инструментов. То есть, статистика, да, много хороших гитаристов и в России, и за рубежом, но чаще всего, если человек барабанщик, скорее всего, он играет на гитаре. А если человек просто гитарист, вероятнее всего, он только мечтает научиться играть на барабанах. Ну, такая статистика, ничего не поделаешь. Очень много барабанщиков, которые начинали, в принципе, с гитары, да, и впоследствии, так скажем, у них получается, что они и на гитаре развились, да, потому что гитара была раньше, и потом появились барабаны. Поэтому получилось так, что действительно, по статистике, барабанщики очень часто умеют играть на чем-то еще. Больше всего это из-за того, что, опять же, мы говорили с вами в прошлых роликах про то, что барабанщики довольно-таки пытливые, да, им нужно во всем разобраться, все там починить, все разрулить. И поэтому для них, видимо, психологически очень важно лучше разбираться в музыке. А что может быть, так скажем, лучшим способом разобраться в музыке, чем изучить по максимуму, по возможности различные музыкальные инструменты. Поэтому вторая наша общая черта, чаще всего мы с вами, барабанщики, умеем играть на чем-либо еще. Либо это, даже если не какой-то музыкальный инструмент, мы разбираемся в каких-то там программах по записи, ну и какой-нибудь другой там музыкальный софт, да, который позволяет нам глубже понять этот инструмент. Все это как бы у нас есть. Вот, собственно, идем дальше. Третья такая интересная особенность, наверное, это не совсем привычка, но эта особенность, и она сплошь и рядом, действительно. Девушка-барабанщика чаще всего стоит на мерче, торгует футболками и дисками. Причем это может быть как в рамках каких-то локальных маленьких концертов, так и бывает такое, что барабанщики своих девушек берут в туры. В любом случае, если вы едете на кастроли, нужен человек, который будет стоять на мерче, который будет отвечать за все это дело, вести там, возможно, бюджет, учет всего этого дела, что там продалось, что не продалось. И действительно, очень часто именно девушка-барабанщика из всего коллектива занимается этими вещами. Во-первых, я сам как бы побывал в этой ситуации. Моя бывшая девушка, она со мной и в туры гоняла, и так далее. И все, что касается бывшего барабанщика группы, в которой я сейчас играю, его девушка, так скажем, делала то же самое. И очень много моих знакомых барабанщиков, у которых ситуация один в один. Поэтому, если у вас то же самое, или вы знаете подобные какие-то случаи, возможно, и примеры каких-то зарубежных групп, бывало и такое, что девушка-барабанщика становилась и менеджером группы, и все остальное. Вот, в общем, пишите в комментариях, если знаете такие случаи, а мы идем дальше. И следующая привычка всех барабанщиков, это барабанщик всегда активный грузчик. Если какая-то идет погрузка-разгрузка, он, блин, всегда активнее всех. Он все таскает, он что-то там принес, отнес, всегда начинает раньше всех. Ну, видимо, потому что ему хочется быстрее со всем этим как бы разобраться. Потому что, видимо, барабанщик чувствует, что больше всего барахла все-таки именно в его распоряжении. Потому что, ну, сколько у нас всего барабаны, там, тарелки, стойки и так далее. Видимо, поэтому барабанщик стремится быстрее все это дело уложить, чтобы долго, короче, не возиться. Также у барабанщиков есть такая прикольная черта. Это когда мы грузимся в автомобиле или еще куда-нибудь. Это умение классно играть в Тетрис, серьезно. То есть, что такое играть в Тетрис? Это когда у нас куча какого-то багажа и какое-то пространство где-то нужно уложить. И барабанщик, он так все, короче, сделает компактно, что просто капец. То есть, если, как правило, вот коллектив, чаще всего в Тетрис играет именно барабанщик. Вот, это тоже такая интересная тенденция. Думаю, многие из вас также с ней сталкивались. Ну и следующие две привычки, они будут связаны, они будут связаны друг с другом, но мы их разделим. То есть, следующая, это у нас уже по счету идет пятая привычка, да, это то, что барабанщик, как правило, в коллективе, если идут какие-то разборки, какие-то там идут выяснения, что делать это, что делать то, что записывать, что не записывать, когда выступать, где ехать, барабанщик всегда молчит до последнего. Вот он сидит, наблюдает за всем этим делом, и до последнего он будет молчать. И, соответственно, все, как правило, вроде бы и при нем происходит, но он толком как бы никак не участвует. Всегда там что-то, возможно, там на репетиции они там что-то друг с другом болтают, а он там, возможно, сидит, там как бы карданчик ковыряет, но все слушает и примечает. Вот, поэтому, да, барабанщик, как правило, не вступает вот в эти вот все перепалки, не влезает особо в организационные моменты, но вот знаете, как этот гитарист Iron Maiden, Билл Мюррей или Дэйв Мюррей, не помню, как его зовут, вот про него говорили, что он вроде молчит-молчит, а потом как скажет что-нибудь такое действительно важное, и все такие, о, нифига, где же ты был раньше. Вот, поэтому, да, барабанщик, вот он, как этот самый гитарист Iron Maiden, молчит до последнего. И следующая, так скажем, шестая черта характера, которая тоже есть у всех барабанщиков, почему я их разделил, это тоже касается вот подобных моментов, это вот это вот «я же вам говорил», ну, типа «я же вам говорил» или «я знал, что так будет», вот это вот всегда практически заканчивается вот тем же самым, что когда что-то там пошло не так, или какая-то идея рухнула, общий коллектив, барабанщик такой «да я знал, что так будет», «я же вам говорил, черт возьми». То есть вот действительно на коммуникативном уровне это действительно работает очень часто, очень часто и очень у многих. Поэтому, ребята, думаю, что это черту характера, так скажем, и вот эти вот моменты, ну, большинство из вас точно, так скажем, найдут в себе. Ну, а если нет, ну, что ж поделать, как бы, большая у нас страна, много разных, как бы, темпераментов и так далее, но на моей памяти эта тема очень активно себя показывала, действительно проявляла себя по максимуму. Ну, и последняя наша с вами общая черта, которая действительно такая, тоже на слуху, так скажем, и тоже постоянно довольно-таки явная, это нетерпеливость. То есть, если, например, группа записала альбом или сняла клип, барабанщик больше всех и быстрее всех будет там теребить человека, который этим занимается, если это там участник группы, предположим, да, типа, блин, Федя, когда будет клип готов? И он, блин, будет уши прожужживать и так далее. Ну, и, в принципе, во многих других аспектах барабанщики действительно довольно нетерпеливы, потому что, блин, хотят результата, хотят сразу все, потому что, ну, наверное, такой, как бы, инструмент, да, довольно сложный. И вот это вот усердие в осваивании всего этого дела, оно, видимо, на все какие-то музыкальные аспекты перекладывается, и вот происходит это именно так. То есть, да, барабанщики очень нетерпеливые люди в подавляющем большинстве, и все, что касается вот именно каких-то музыкальных вещей, которые вот-вот-вот релизнутся, либо вообще по жизни, да, какие-то моменты, которые в бытовых каких-то аспектах. Вот тоже барабанщики часто очень берут кредиты на вот свое вот это вот барахло. Вот серьезно, очень много людей знаю, которые вот, вот, подкопи ты чуть-чуть и купишь ты эту тарелку, нет, он возьмет кредит. И вот такая тенденция тоже есть. Думаю, это тоже связано в какой-то степени с нетерпеливостью. Собственно, ребята, на этом ролик подошел к концу. Спасибо всем огромное за просмотр. Напоминаю, что обязательно нужно подписаться на этот канал, обязательно нужно писать комментарии, ставить лайки. Канал, ребята, на самом-самом-самом своем вот старте. И я очень надеюсь, что мы вместе, как бы, продвинем его в массы и сделаем его, ну, действительно важным и полезным для многих людей. Время пришло, как говорится. Вот, ну и так скажем напоследок, как всегда, я вам рекомендую какой-либо из своих старых роликов. Сегодня мы посмотрим мой старый кавер на группу SLA Dying, песня Forsaken. Ребята, очень классные барабанные партии, там просто супер. Сразу говорю, там есть кое-какие расхождения видео со звуком, я тогда еще искал себя, как правильно записывать кавера. Видосу примерно год, но думаю, вы насладитесь, потому что песня классная и, в принципе, там сет тарелок такой интересный. И, кстати, обратите внимание на кардан. Я играл Forsaken на обычном Pearl Eliminator. Это к разговору о том, что можно ли сыграть быстро на обычных педалях, если у тебя не аксессно, предположим. Вот, собственно, всем приятного просмотра вот этого вот ролика All The Three Mains кавера. И, соответственно, увидимся завтра или послезавтра, не знаю, как получится. Всем пока!